Профилактическая операция «Тонировка» стартовала в регионе Уссурийск не исключение. Несколько дней наряды полиции особенно внимательно вглядываются в лобовые и передние боковые стекла автомобилей. Согласно технического регламента, эти элементы в транспорте должны иметь хорошую пропускную способность для света. Согласно нормам действующего законодательства, светопропускаемость должна быть на лобовом стекле и передних боковых стеклах не менее 70%. Однако многие водители, конечно же, игнорируют данное требование технического регламента и управляют автомобилями с сильно затонированными передними стеклами. Кстати, по наблюдениям сотрудников в погонах, в теплое время года число любителей затемненной езды резко возрастает. Из тех же наблюдений и бесед с автомобилистами тонировка негативно сказывается на концентрации за рулем. Причем неудобства испытывают все участники дорожного движения. Обычно, когда ты смотришь на машину, которая с прозрачными стеклами, вы видите даже через нее, что идет пешеход. Вот через такие транспортные средства в принципе не видно ничего, поэтому создает угрозу безопасности дорожного движения. Все, что небезопасно для автомобилистов и пешеходов, запрещено законом. А вот и первый тонированный автомобиль. На месте специальным прибором инспектор определяет степень затемнения. Вот смотрите, идите сюда, чтобы вы видели. У вас 8% опускаемости. Это здесь. А сколько разрешается? Разрешается? 70%. А дальше два варианта. Первый быстрый и простой. На месте автомобилист убирает тонировку. Второй, в случае отказа снимать пленку, водитель получает предписание на устранение неполадок в течение 20 дней. А уж после есть повод для административного ареста. Кстати, за один день инспекторы выявили 34 нарушения. И только двое выбрали 20-дневный срок для ликвидации тонировки. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.